друзья всем привет с вами блок авто мпс и у меня есть для вас еще один китайский автомобиль но российской сборки вы ведь регулярно пишите о том что вот китайцы нам валят 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 автомобиль и не хотят вкладываться в организацию производства россии и вот бренд к и привез к нам с вами большой кроссовер который называется x7 но чтобы вы не перепутали его с бмв у него есть приставка кун лунь это горы где-то в китае да и собственно ну дизайн я думаю вы увидите он такой он достаточно хорошо нарубленный и я думаю что вы помните либо знаете откуда мы-то вам точно рассказывали о том что каи это компания которая выросла из черри сейчас это там более менее независимое производство но часть акций по-прежнему принадлежит черри и поэтому технически автомобилей каи они имеют много общего с черри но при этом собираются они в калининграде на заводе автотор мы вам рассказывали про седан е5 есть компактный кроссовер x3 и вот это большая машина ну по сути такой флагман длина колесной базы 2 и 8 это больше чем у черри тига 8 pro max это больше чем например у джетур x70 и это ровно столько же сколько у иксида txl и собственно вот ну я думаю вы видите сами машина крупная но при этом по общим габаритам x7 меньше чем txl и получается что салон у нас будет достаточно просторная но машина получился как более поджары теоретически в китае есть исполнение вот этого автомобиля с 7 местным салоном но к нам везут исключительно 5 местные машины под капотом конкретно у этого автомобиля двухлитровый двигатель разумеется с турбонадом его мощность в россии 238 лошадиных сил в китае он выдает 254 если вам кажется что это избыточно учитывая что машины исключительно пока переднеприводной то есть более скромный вариант с мотором 1.6 который мы также хорошо знаем по автомобилям черри и в нем 186 лошадиных сил и 275 ньютон метров крутящего момента коробка передач у нас всегда роботизированная семиступенчатая мокрая ну собственно как на подавляющем большинстве автомобилей черри и в частности у того же тxl у черри тига 8 вот точно такая же коробка передачи и собственно и примерно те же мотора так что я думаю что по надежности все должно быть неплохо мы сегодня кататься на автомобилях не будем поэтому сказать о шумоизоляции что-то конкретно сложно но и на капоте и вот вдоль всего моторного щита шумоизоляции есть есть кстати газовые упоры они родные то есть какие-то даже в принципе нет кочерги ну и так вроде бы все собрано более-менее аккуратно это предсерийные машины поэтому у них пока нет защиты двигателя но я думаю то что будет официально продаваться в салонах дилеров естественно будет защиты двигателя и мне нравится когда вот здесь вот спереди проложена такая цельная резинка чтобы под капотом было меньше грязи и кстати воздухозаборник он выведен вот сюда наверх и его сюда вот непосредственно перед решеткой и заходит он снизу так что если вдруг вы будете форсировать на переднеприводном кроссовере какую-то глубокую лужу то схватить гидроудар будет достаточно сложно дверные ручки они сделаны вот такими аэродинамичными китайцы это любят и по последней моде сейчас много китайских машин с такими утопленными ручками в тот момент когда вы подходите к автомобилю с ключом ручки должны сами вот так автоматически выезжает для того чтобы вам было удобно их открывать то что в противном случае особенно зимой вы подошли к машине там не за перчатках в чем-то и сделать вот такое движение одной рукой будет достаточно сложно уже в базовой комплектации у к и будет вот такой вот огромный экран диагональю почти 15 дюймов в базе приборка будет 7 дюймов в топе 10 вот такая большая но вот этот экран он есть всегда но даже в нем есть нюансы если вы купили вот самую простую машину с мотором 1.6 который кстати будет стоить 3 миллиона рублей то у вас не будет климат-контроля будет кондиционер с электронным управлением но задавать вы будете не градусы вот как сейчас а задавать вы будете просто потеплее похолоднее и соответственно ну то есть температуру постоянно придется подкручивать и делается этот вот на этой сенсорной панели в богатой машине будет двухзонный климат-контроль даже несмотря на родство с компании черри как видите салон получился очень оригинальным большущий экран летящий вот эта консоль и чего стоит один только вот такой селектор я никогда такого не видел хотя решение то она прям идеально вот сел положил руку вот так вот к себе раз и включился драйв толкнул от себя наверно чуть менее удобно да но можно как вот так пальчиком включится задней передачи драйв вот тут прямо идеально кнопка запуска двигателя а вот здесь вот на руле я думаю даже сейчас могу завелась вот здесь справа кнопка старт-стоп слева выбор режимов вождения это прям такое оригинальное решение в топовой комплектации с двухлитровым мотором всегда будет адаптивный круиз-контроль и полный набор водительских ассистентов слежение за дорожной разметкой поворот руля вот все 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 это будет в базе будет обычный круиз-контроль и посмотреть какое оригинальное зеркальце она электрохромная это особенность топовой комплектации но она вот с таким вот интересным дизайном и здорово что в отличие от многих автомобилей черри она обычной нормально не широкоформатная когда вы видите не только то что происходит заднем стекле но еще это боковые окна здесь нормальное полноценное зеркало есть подсветочка в зеркалах и у водителя и у пассажира и топовой комплектации есть огромная панорамная крыша в базе и разумеется не будет большущий бокс с охлаждением пара подстаканников здесь же беспроводная зарядка для мобильного телефона прям чувствуется что находится в большом автомобиле разумеется мягкий пластик на передней панели мягкий пластик на дверях вот здесь такое расшито все ну и пара слов о недостатках без них разумеется никуда даже в топовой комплектации передний пассажир двигается с помощью механических электрорегулирован электроприводов ему не полагается даже как и нет возможности регулировать сидение водительское кресло с плоской подушкой как у подавляющего большинства китайцев такая же проблема есть училить и г-8 и здесь не исключение салон разумеется обшит кожзамом и это в базовой комплектации я регулирую передние кресла под себя разумеется регулируется по вылету вот так вот я бы сидел сейчас пересаживаюсь назад посмотреть как там место сзади просто вагон по длине колесной базы к икс 7 на 8 сантиметров больше чем совсем не маленький черри тига 8 pro max и здесь вот так тут ладонь почему-то нет подстаканников удивительно ладно давно согласились тем что китайцы не делают автомобили с лючками для лыж диван разделен на две части он жестко зафиксировано он не едет вперед назад потому что нет третьего ряда сидений но вот здесь вот место для ног очень много и даже на удивление неплохой диванчик над головой ну люк мешает поэтому три с половиной пальца ручки хорошая подсветочка есть подогрев задних сидений также как и передних спереди есть вентиляция есть подогрев руля но подогрева лобового стекла не предлагается по крайней мере пока ребята с автотора которые собирают эти машины говорят что они передали китайским коллегам вопрос о том что нам нужен подогрев лобового стекла но пока его к сожалению нет прогрев руля подогрев всех сидений ну и спереди есть вентиляция сзади также как и спереди единая диодная полоса вот с такими интересными изгибами так как машина достаточно крупная и третьего ряда нет заявленный объем багажника 564 литра это достаточно много но при этом вот пол низким не назовешь здорово что при складывании сидений мы получаем практически ровную поверхность но вот так вот багажник я бы прям огромным не назвал он достаточно длинные по полу но хотел бы чтобы сам пол пониже теоретически это же возможно потому что тут вот большущий органайзер и только под ним прячется узенькая докатка и здорово что здесь дополнительно есть еще слой какого-то покрытия здесь шумоизоляция непосредственно пенопласт вот здесь такой тоненький пол и это все в багажнике и я надеюсь что по уровню шумоизоляции к и будет хорошим но так это или нет мы выясним как-нибудь в ходе тест-драйва вот так багажник ну прям вот точно не маленький а это базовый к и x7 кун лун у него мотор 16 186 лошадиных сил такой же передний привод попроще комплектация 18 колеса они 20 и мы уже сейчас знаем что вот такой автомобиль будет стоить около 3 миллионов рублей соответственно более богатые машины будут еще дороже и самый главный вопрос который отлично мне не дает покоя друзья а вы готовы отдать 3 миллиона за большущий автомобиль неплохо оснащенный но исключительно с передним приводом потому что вот сейчас зимой мы приехали сюда на мероприятие на полноприводном кроссовере и пару раз мы скажем так пробирались с трудом и уже этой зимой я дважды выталкивал переднеприводные автомобили с хорошим дорожным просветом мне уже пришлось их потолкать вот вы готовы купить себе крупную богатую машину за 3 миллиона рублей но с передним приводом ну а если не готовы то в течение двадцать четвертого года к и обещает что у x7 появится все-таки полноприводной версии насколько они будут стоить мы пока не знаем друзья спасибо что были с нами напоминаю что мы продолжаем разыгрывать для вас сразу три автомобиля лада проходите по ссылочке которая будет в описании регистрируйтесь и у вас будет возможность выиграть одну из трех машин гранта веста и нива до новых встреч